Жил да был черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Только песня совсем не о том, как не ладили люди с котом. Так же, как именитый писатель Достоевский, его пятилетний тезка Федор Михайлович любит, чтобы в жизни все было логично и оправдано. Как-то родители принесли в дом кота, черного. Долго думать над именем Федя не стал. Теперь по квартире бегает кот, по имени Котик. А кот-то умеет разговаривать? Нет, только мяукает им все. А как он мяукает? Мяу-мяу-мяу. Праздник День черной кошки придумали в Италии в 2007 году. В Мелании и Риме даже проходят парады и пикники, на которые люди приходят вместе со своими усатыми друзьями. Сейчас все-таки редко встретишь тех, кто верит в невезение от черных котов. Не то, что раньше. Древние египтяне почитали кошек и считали, что это мистическое животное является проводником в другой мир. Своих хозяев по другим мирам этот котик не водит, но жизнь в доме делает теплее и явно интереснее. Правда, котик? Несмотря на расхожее отношение к черным котам, Фединому котику в жизни повезло. Кошачьи конфеты уплетает, как хомяк, и хозяина своего не обижает. А пока наоборот, только черному коту и не везет, не везет, не везет. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.